Воспитанник ульяновского футбола Марат Цапин снова в Ульяновске и снова играет в мини-футбол. Действующий чемпион города вернулся из Сочи после сезона в большом футболе и обнаружил новую для себя команду. Его прежний Симбирск объединился с Аберхофом. Пока вот притираемся, первое мое впечатление, чуть не понимаем, почему друг друга. Где-то здесь мини-футбольные принципы, уже больше применять надо. А пока на стереотипе большого футбола. Ну, пока вот кое-как, кое-как получается. Бесаффина Симбирск-Аберхоф уже успел проиграть в погоде в доме и четвертому туру подошел плечо-плечо с контактором. Набрав по 6 очков, команды расположились в районе промежуточной призовой тройки. Если Симбирск по-прежнему ставит перед собой задачу непременной победы в чемпионате, то контактор рассчитывает бороться за бронзу. Прошлый сезон показал, что мы можем играть, можем бороться за призовые места. Я думаю, на нас так же настраивается, как не на средняка, а как одних из претендентов на бронзу. Сдержать Сиганцова и Сафина, а затем использовать свои шансы в контратаках. Этой тактикой контактор безукоризменно придерживался весь первый тайм. Симбирск хоть и держал мяч долго, но его комбинациям не хватало ни выдумки, ни скорости. Соперник, в свою очередь, провел несколько супер-классных выходов и, на счастье, Симбирск реализовал только два. Сначала за контактор отлетелся Иван Иванов, а затем Андрей Русанцев. При этом голкипер контактора Дмитрий Тагашов творил в раме настоящие чудеса, парируя один за одним опасный удар горожан. Всегда играл он так, если первые два удара он отобьет или пробит у него, потом его невозможно остановить. Тащит все, что было доказательство тому прошлый сезон, когда он неоднократно нас выручал. Тагашов действительно еще в прошлом году играл за Абверхов и теперь был непрочно солить бывшей команде своей великолепной игрой. Однако концовки первого тайма все же пропустил. Это Сергей Гуров наконец-таки пробил неуступчивого голкипера. 2-1 контактор после первого тайма. Уже когда мы уверены, что мы сейчас гол забиваем там с 20 сантиметров, мы его впуляем. Еще раз. Вот это все то же самое оставляйте. Все то же самое. Еще побыстрее немножко мяч и гоняйте. Сейчас забьете гол. Все. И спокойно успокойтесь, будьте играть. Мяч кидайте сюда. Ну помогай сюда. Забирай эту зону. Или Ваня. Ваня, все здорово. Забирай вот эту зону. Молодцы, молодцы. Терпим, терпим. Не дотерпели и пяти минут. Едва началась вторая половина. Как Сенгирск не только сквитал счет, но и вышел вперед. Причем сделал это как-то буднично и в то же время фирменный для самого себя. Сначала после прострела Евгения Савюхина включился капитан команды Андрей Манышев. Игроки-контакторы и погоревать-то не успели. Как Алексей Цыганцов приложился слева в дальний угол. Голы разделили. Всего 25 секунд. Против мастеровитых игроков мы можем только физикой быть готовы. Физическое состояние наше. Мы подсели. И мы все. И мы стали опаздывать. Ребята боли мастеровитей во всем. И в движении оказались тоже. Как не печально. Впрочем, контактор не сдался. И в середине тайма даже нашел себе резервы снова выровнять положение. Пока галки про Сенгирск. Николай Дементьев ставил стенку из Сафина и Садюнкина. Владимир Малышин со штрафного отправил мяч в точный угол ворот. Правда, паритет не продержался и двух минут. Капитан Сенгирск Андрей Манышев во второй раз вывел свою команду вперед. А Марат Сафин перед самым финальным сыском установил окончательный счет. 5-3 в пользу Сенгирска. Таким же упорным и непредсказуемым до самого финального сыска получился матч Погоды и Симкора. Лидеры Суперлиги лишь во втором тайме получили преимущество два мяча и оберегали его всеми силами, закрывшись на своей половине поля. Симкор один гол открытал, но на большее его не хватило. 4-3 Погода. В остальных матчах для фаворитов все было гораздо проще. Мобирейд переиграл Кристалл. При этом форвард победителя Вячеслав Прибылов отметился хет-триком, забив больше, чем весь Кристалл. 5-2. Авангард забил динамовцам также 5 мячей, но не капитулировал ни разу. Волга искала пути к воротам Вертера 22 минуты, а потом по проторенной дорожке забила 7 мячей, пропустив при этом только один. После четвертого тура погода по-прежнему идет без потерянных очков. Ее преследуют Мобирейд, Симбирск и Волга Кайман. Плотную середку наполнили заводчане из авангарда и контактора, а также Кристалл. Симкор хоть и дал бой лидеру Суперлиги, но все-таки пока ближе к главным неудачникам стартовой части чемпионата – динамовцам и вертеровцам. Пятый тур пройдет ровно через неделю, 10 декабря. Особняком в предстоящем игровом дне стоит матч Волги и Симбирска. Наверняка кто-то из этой парочки продолжит погоню за хорошей погодой, а кому-то придется притомозить. Притом и лидерам не гарантированы 3 очка, ведь погоде играть с неуступчивым контактором. Ответ через неделю на сайте Ульяновской правды. Продолжение следует...